Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» — «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» — «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Глава семнадцатая. Если ты корабль, так вези хоть камешек. Два раза Илга проходит мимо дома Скардов и снова возвращается. Ходит по другой стороне улицы, поглядывает на него. Дом словно уснул, глаза окон закрыты. Только воробьи щебечут в сирене, как утром. Илга проходит до следующего угла, мешкает, потом поворачивает и вот уже в третий раз возвращается и все еще не осмеливаясь перейти улицу и открыть скрипучую калитку. Вдруг Илга чувствует, что на нее кто-то смотрит. Она живо оглядывается, но никого не видит. Она ускоряет шаг, словно пытаясь скрыться от невидимого преследователя, но вскоре не выдерживает, оглядывается снова. Все как прежде. Где-то лениво лает собака. Видно без злости, от скуки. Ни на нее, ни на Илгу. Насколько хватает глаз, маленькая захолустная улочка пуста, словно вымерла. Но ведь кто-то смотрит на нее. Глупо метаться туда-сюда. Нужно набраться смелости, войти или убраться отсюда. Илга отворяет калитку и видит, что дверь веранды полуоткрыта. Щель то суживается, то расширяется, будто ее поддергивает беспокойный сквозняк. Нет, это не сквозняк. Ветер не глядит в щелочку большим блестящим глазом. Дверь распахивается настиж. Да, это он. Глядит настороженно, выжидательно и все же кажется с какой-то еле уловимой, виноватой улыбочкой. А может быть, Илга просто видит то, что хотела бы видеть. — Я не знал, что ты зайдешь, — откровенно признался Иммонд. — Я думал, что ты идешь в молельню. Проходи. Только не сюда. Здесь у Мика все разбросано и холодно. А ведь сын говорит с ней, как хозяин с гостей. Это, пожалуй, даже забавно. Иммонд ведет ее за угол дома к другим дверям, как Юрис утром. — Никого нет, только тетя Лина, — оглянувшись через плечо, объявляет он. — Так, вот здесь вытри ноги. Она сердится, когда не вытираешь. Говорит, опять натоптали, как медведи. И мать послушно скоблит подошвы о проволочную сетку под лестницей. Это кладовка. Заведя ее в полутемные сени, поясняет Иммонд. Показывает на двери поменьше. А здесь ванная. Только ванна дырявая. Юрис хочет выкинуть, а тетя Лина не дает. Говорит, что домоуправление починит. Тряпкой заткнула. Это лестница на чердак. Крутая. Тетя Лина не лазит. Шею боится сломать. На все Илга еле взглядывает. Только чердачная лестница дольше задерживает ее внимание. — Мама пришла! Сунув голову в кухню, громко сообщает Иммонд. — Веди, сынок, большую комнату. Кухня у меня чадом полна! — слышит Илга голос Лины. — Ладно, пошли, — зовет Иммонд. — Садись сюда. А я на стул. На нем всегда Юрис сидит. Так. Хозяин с гостьей, наконец, разместились за столом. И теперь гостям пора начать разговор, а не сидеть себе, не сводя глаз с хозяина. — Может быть, радио хочешь послушать? — предлагает Иммонд. И, не дождавшись согласия или отказа, Илги подходит к столику в углу комнаты и поворачивает ручку аппарата. — У Пецеса еще одно есть. Такой маленький уродец с наушниками. Ты видала когда-нибудь? Илга кивает головой. — Сам сделал, — провозглашает Иммонд с такой гордостью, будто сам — это он. Аппарат, нагреваясь, гудит. Наконец раздается музыка. — Может, пустить погромче? Илге хочется сделать замечание, что нельзя так вести себя в чужой квартире и все трогать. Но разве она, гостья, имеет право указывать? Чужая комната. Ей чужая, а не Иммонту. Когда это он успел здесь так пережиться? Не за один же день. Многого она еще не знает о своем сыне. Слишком многого. — Я бы тебе показал лабораторию, но там сегодня все вот так. Иммонд крутит рукой, словно мешает тесто в квашне. На этот раз он не сваливает вину на Мика. Нельзя сказать, что он в отсутствие Мика не совал туда носа и не притрагивался ни к чему. — А у вас есть и лаборатория? — А как же, — ответил Иммонд с деланной небрежностью. Будто в каждом доме бывает по одной или даже по две лаборатории. — И что вы там делаете? — Реакцию. — Что же еще? Иммонд наблюдает за ее лицом. Илга понимает. Стоит ей теперь усмехнуться, и лукавый блеск в глазах сына сменится равнодушием, как освещенные окна в один миг гасятся ставнями. — Знаешь, — подбодренный Илгиной серьезностью продолжает Иммонд, — один раз и миг сделал о... ок... ок... оксид! — Что-что? — Оксид! — Ага. Илга, конечно, может не усмехаться и не ухмыляться, но придать голосу восхищение каким-то там оксидом она не в состоянии. Делай, что хочешь. Иммонд немножко разочарован. Он придумывает, чем бы еще поразить маму. — Хорошо, что играет радио. Тогда два человека, у которых на минуту застопорился разговор, могут притвориться, что слушают музыку. — Знаешь, — продолжает снова Иммонд, — Пецис мне рассказал, где можно достать деньги. Это звучит так таинственно и восторженно, будто он готов без промедления взвалить на плечи лопату и как мальчик с пальчик отправиться на болото, где по ночам сужатся золотые монеты. — Деньги? — переспрашивает Илга. — Да, чтобы отдать Делме. Можно собирать травы и цветы и сушить на чердаке. — Пецис тоже сушит. Иммонд замолкает. Эх, эти названия цветов вылетели из головы. Правда, он не помнит не только названий, он не знает и самих трав. Зато Пецис знает, а вось и ему поможет. — Ты что такая скучная? Я знаю, тебе жалко Зелму. — Ничего, отдадим. И пусть не приходит. Она сидит, опустив голову, будто рассматривает орнамент скатерти. — Найдем покупателя. — Продадим дом твоего отца. — Уплатим Зелму весь долг, — говорит она тихо. Она хочет еще что-то добавить. Да уж ладно. Может быть, в глубине души ей жаль немножко этот дом. Это ведь имущество Оскара, пусть он и незаконченный, с пустыми глазницами окон, слепо глядящими на Даугову. Может быть, ей подумалось, как хорошо было бы Иманту летом на лесной опушке у реки. А может быть, Илга думает о чем-то другом. Сын еще слишком мал, чтобы угадать ее мысли. Он может только смотреть на маме на лицо и ждать, не скажет ли она еще чего-нибудь. Наконец Илга улыбнулась, словно стыдясь своей слабости. — Все владится, Имант. Она старается сказать это бодро, и все же голос грустный. Она знает, что еще много-много раз будет тяжело. Хотя бы завтра, при встрече с Инденом и Зелмой. Но деваться некуда. Надо быть твердой. Перед уходом она неуверенно смотрит на сына. — Ты не пойдешь меня проводить? — Это можно, — соглашается он и бежит в другую комнату за курткой. Потом его голос уже доносится из кухни. — Пойду провожу. Если придет старший, пусть без меня не начинает. — Ладно уж, ладно, — откликается тетя Лина. Илга ждет, смотрит в окно, перед которым ощетинился голый, усеянный шипами куст с набухшими почками. Слышит каждое слово. Только не всякое понимает. Не странно ли, что тетя Лина понимает, а она — нет. Из кухни Иммант возвращается с заметно раздутой щекой. Видно, полбутерброда в рот запихал, языком не может шевельнуть. — Пошли! — бормочет он изменившимся голосом и кивает головой на дверь, на случай, если мама не расслышала в невнятное бормотание. Казалось бы, запаса хватит на всю дорогу, да не тут-то было. Уже возле калитки рот освобождается, и сын успевает показать и пояснить Илге кое-что. — Видишь, вон ту грушу. Ее посадила мама Мика и Пецеса, когда была живая. А там две яблони. Маленькая, не чуренка. А калитка отпирается так. Просунешь руку и хватайся за язычок. Нажал — и открыто. Поднял — закрыто. Илге тоже приходится проделать открыто, закрыто, хотя выходит хуже, чем у Иммонта. Видно, нужен опыт. В конце концов, они на улице. — Что бы еще показать? — Да, здесь в прошлом году чинили забор. — Еще и теперь чуточку видно. Где планки посветлее? Юрий сказал, что не мог достать точно такой же краски. — Да, и еще Юрий сказал, что на Даугове идет лед. — Гуртом. — Наводнение этой весной у них в Яунби и Лаве не будет. Нет, где-то под Савья Шамилии. Муками лед взорвали. Юрий знает. Возле стуришей правда застопорило. Юрий с утром уехал в Мазмарке. Тетя Лина все волновалась, как он вернется. Не затопит ли шоссе? Чепуха. Разве что может случиться с Юрийсом. Не пройдет через стуриши. Прорвется через Бедроны. — Сходим, посмотрим, как идет лед, — вдруг предлагает Илга. — Да, — недоберчиво переспрашивает Иммант, потом добавляет. — Очень хочется. Юрийс не пускает одного, говорит, в воскресенье. А Миг сказал, что к воскресенью все уже кончится. Сам обещался сводить, да в школе какие-то дела у него и у Песоса. Они спускаются к реке по маленькой улочке. Почему все улицы, которые ведут к Даугаве, извилистые? Вот бы здорово насадить липовую аллею с самой вершины горы до дамбы. Только кому она нужна, пока нет моста? Да и как пробиться через толпу деревянных домишек, настроенных как попало? Новые кирпичные дома здесь внизу уже никто не строит. Весной во время половодья вода порой доходит до порога и даже выше. Так понемногу вся Яун-Бейлава и поднимется в гору. Но у извилистой улочки есть и своя привлекательность. Петляет. Петляет по ней человек аж. Глаза устают от однообразия старых облезлых деревянных стен. И вдруг в лицо ударяет влажное дыхание. Волосы ерошит озорная рука ветра. Еще несколько шагов и вот она. Сбиваешься с шага. Хоть на минутку да надо остановиться. Вдохнуть полную грудь. И если погода солнечная, прищурится. Рябит и ослепляет, как зеркало. Иммант остановился и схватил маму за рукав. Посмотри, еще идет. От порыва ветра занимается дух. Ох, как дует, как дует. Шапка слетела. Катится обратно в гору. Иммант ловит ее, как зайца. Чуть было не схватил. Самую малость не дотянулся. Опять удирает. Ни бумажка, ни перышко. Воздух не поднимется. Ага, вот и попалась. Ворота задержали. Набегалась? Озорница. Из рук выпускать нельзя. А так и норовит вырваться. Схватив шапку, Иммант бежит к реке. Волосы не рви! Кричит он ветру. Ветер со злости разламывает слова на слоги и мечет в разные стороны. Пусть сердится. Имманту смешно. Ветер уносится, пыхтя, свистя по улице. Но далеко ли? На первом же повороте осекается. На втором, ага, норовит юркнуть во двор. Вот тебе и удалец. До следующего порыва Иммант может перевести дух и поглядеть на реку как следует, пока не началась новая схватка с шапкой непоседой. Погоди же, насадим тебя на уши поглубже. Так, теперь не удерешь. Как высоко поднялась Даугова. Там, где он сидел в тот вечер, слушая, как на реке отрезкается лед, сейчас уже бежит и кружит вода. Только самый конец бревна высунулся наружу, круглый и серый, как шапка Имманта, а вокруг него плещется ледяная крошка. — Посмотри, дети льдинки, — показывает Иммант. — Где? — Да вон там, внизу, большие, такие важные, а вокруг детишки. — Ах ты, бессовестная, маленького толкнула! Иммант схватил камешек, бросил. — Плюх! Не попал. А пока искал другой, нахальная льдина уже уплыла, и порядка навести не удалось. Ни Илга, ни Иммант не слышали, как кто-то подошел. — Добрый вечер! — Для Дика. Эджус. — А, так ты все же нашелся! — говорит Эджус рассудительно, как старичок. — Я-то думал, что ты пропал насовсем! Имманту смешно. Как-то он пропадет насовсем. — Как дела в школе, Эджус? — спрашивает Илга. — Какие могут быть дела, если учительница меня топит? — За что? Эджус пожимает плечами. — Придирается. И все. Он подходит к Имманту и потихоньку спрашивает. — Конфы есть? — А это видал? — отвечает Иммант и показывает маленькую ладную фигу. — Авансом! У Эджуса такое просящее лицо. — Где те добрые времена, когда Имманту можно было дать по носу маленький ладный щелчок? Иммант засвистел. Без всякой мелодии, просто, как говорит Мик, для призыва собаки. — Ты искалечил мне жизнь, — говорит Эджус, совсем как тетя Расма, когда бронит мужа. — Теперь мой папаша. Еще счастье, что он вечно на работе, а то бы... — Я? — Иммант искренне изумлен. — Гляди, гляди, за тобой уже погоня. — Мамаша, взглянув на гору, сокрушенно бормочет Эджус. — Да, это Расма. Если бы взгляд мог пронзать человека насквозь, как кинжал, то Иммант уже лежал бы на берегу бездыханный. — Батюшки, на таком ветру! — стонет Расма, поднимая Эджусу воротник. — Продуй туши, свалишься, пошли! Вдруг начнется наводнение или еще что-нибудь! Она уводит сына. Эджус несколько раз оглядывается. Его взгляд полон сожаления. Только этого уже никто не замечает, потому что Иммант увидел целую гору льда, которая, чинно покачиваясь на темно-желтой воде, скользит вниз по течению. — Настоящий корабль! Эх, сесть бы и отправиться в море! — восклицает Иммант. — А искупаться не хочешь? — спрашивает мать. Они переглядываются и смеются. Белый корабль ворочается, переваливаясь. — Ах, да чего же неуклюжий! И правда, куда на таком уедешь, того и гляди, перевернется! На этот раз Иммант заранее подыскал гладкую, круглую гальку. Ни большую, ни маленькую, с подручной. — Ну, теперь подходи. Подходи поближе. Еще немножко. Если ты корабль, так вези хоть камешек. Давай, давай, не бойся! Так! Галька вылетает, как из прощи. Плюх! Не точная рука! — солидно отмечает Иммант и подергивает штаны. — Придется покидать на дворе, чтобы завтра попасть. — Мы придем сюда! И вдруг огорченно добавляет. — Тебе завтра опять в молельню, да? — Лучше опять пойдем сюда, Иммант. Как тебе кажется? — А ты не обманешь? — Честное слово? — Иммант смотрит пристально, пытливо, словно хочет увидеть Илгу насквозь. — Большой, серьезный парень. Только кончик носа выпачкан глиной. — Обязательно придем. — Ладно. — Иммант кивает головой и снова подергивает штаны, потому что вот неприятность. В спешке ремень забыл дома. Потом он снова бросает камешки в Даугову и неожиданно спрашивает. — Как там Бубик без меня? — Истосковался бедняга. — Да, надо сходить посмотреть, — радостно говорит он и начинает насвистывать. 1963 год — Истосковался бедняга.